Сегодня мы попробуем приготовить суши в домашних условиях. Стандартный, обычный рецепт суши, который каждый может сделать, каждая хозяйка может приготовить дома. Для этого нам нужны огурцы. Я их уже предварительно порезала. Плавленый сырок. Можно брать вершковый. Он продается, есть плавленые сырки в упаковочной фольге, в пластиковых контейнерах, в баночках. Я покупаю обычно в обычных, в упаковке фольге. Крабовые палочки нарезала. В основном, больше я люблю крабовые палочки фирмы Водный мир. Они более самые доступные, есть в каждом магазине, супермаркете. Так что, они самые лучшие, я считаю, по вкусовым качествам. Так же, предварительно я отварила рис, специальный для суши. Продается также в магазинах. На этикетке написано способ приготовления его. И я считаю, что более, самый лучший рис для суши, это, который продается именно для суши. А не там длиннозернистый, для каш, для всякого такого. Лучше покупать для суши. Так же само у нас, я использую вот такие листы водоросли нори. Вот такой фирмы есть. Здесь есть, сейчас, на данный момент, здесь 5 листов. Есть они и в 10 количествах в упаковке есть. И вот такая есть фирма еще, Акура. Тоже 5 листов. Есть также самое их и 10 штук в упаковке. Продаются в магазине также самые уже готовые упаковочные наборы. Но это выходит слишком дорого. Я считаю, в домашних условиях можно приготовить большее количество и более дешевле. Итак, так же мне нужна специальная циновка для приготовления суши. Итак, начинаем. Берем лист суши. Вытаскиваем аккуратненько, потому что они очень ломкие и очень крошатся. Так, и наносим мы рис. Рис должен быть слегка теплый. Не горячий, не холодный, потому что холодным очень тяжело его. И не толстым и не тонким слоем мы вот так разложиваем рис по всему листу. Как раз это видео очень поможет для тех, кто еще никогда не делал суши. Как бы для начинающих. Это более самый простой рецепт. Еще есть рецепты с добавлением лосося, кунжутных семочек. Там идет сыр фета. И с авокадо есть. Но это самый более простой рецепт, который может приготовить любой начинающий. Это мое мнение. В основном с такого рецепта все и начинают. Так. Вот мы разложили рис. Теперь мы разложиваем огурец. Немного его нужно разложивать. Небольшим количеством. Вот так вдоль. Не в начале, а более немножко. И не в середине. Разложиваем мы огурец. Затем добавляем мы... Я порезала одну крабовую палочку. Ее вполне хватает на один листок нори. Вот так крабовые палочки. Затем добавляю обычный сливочный, или как еще пишут на упаковке, воршковый сыр. Плавленый. Вот так. Затем смачиваем... Я набираю холодную воду. Смачиваем края листа водичкой, для того, чтобы при... Когда мы будем закатывать лист, он хорошо склеился. Вот так мы смочили. И теперь, не спеша, понемножку, будем закатывать наш лист нори. Это у нас понемножку получается суши. Формируем в форме квадрата. Я всегда еще предварительно, после скатывания, всегда немножко смачиваю водой. Потому что он, если так на сухой, он липнет к рукам. Так. Вот получилась у нас вот такая колбаска. Отключай. Теперь мы перелаживаем на досточку, чтобы нарезать нам ровненько суши. Нужно здесь необходим очень острый нож. Потому что более тупым ножом оно все развалится, и ровные кусочки в хорошей форме не получатся. Каждый раз, когда мы будем отрезать очередной кусочек, нужно смачивать нож водой. И поехали. Мы не давим, когда нарезаем, а как бы как пилочкой. Вот такие мы делаем движения. Вот такие получаются у нас формы. Видно и крабовую палочку, и огурчик видно. И все у нас ровно, идеально. Смачиваем водой ножик. Кстати говоря, очень хорошие ножики продаются в киевских магазинах. Они, во-первых, очень острые, и служат, довольно хватает почти до 5 месяцев. Их вообще, идеально они очень острые, и для суш очень они подходят. Маленькие, удобные, и хорошо очень режут. Вот такие у нас получились кусочки. Так, сейчас я возьму тарелочку. Вот такая у нас будет тарелочка. И мы аккуратненько вылаживаем. Вылаживать можно в любой произвольной форме. У кого какая фантазия. Еще есть украшают разными. Вот такие не кусочки получаются. Это выход с одного листа. Сейчас мы сделаем еще с одного листа. Пока вот так. Так, вот я приготовила теперь со второго листа суши. Добавляем его на тарелочку до первого. Выкладываем вот так. Можно вылаживать любой формой, любой как хотите есть. Вылаживает даже и боком вот так. Разлаживает и с цветочками, кто как хочет. Это на любителя. Вот, фактически все готово. Для этого еще добавляют, есть любители васаби, более, оно остринку дает. Так же самое имбирь маринованный, кто как любит. И еще к этому всему очень хорошо подходит соевый соус именно фирмы Торчин. Классичный смак. Он именно такой придает хороший вкус нашим сушам. Часто его покупаем, когда делаем суши, только его. Вот так. Его очень надолго хватает. Кстати, стоит он недорого и надолго его хватает. Все. Палочки для суши. И у нас все готово. Можно пробовать. Приятного аппетита!